так всем привет и сегодня ко мне вернее не сегодня он там не уже этот тиви бокс попал давненько на обзор и я только сегодня снимаю потому что я уже успел протестировать вот и сейчас просто скажу такое что для тех кто ну все-таки отважится это купить люди такие прям будут вот просто покажу что там значит внутри в коробке у нас соответственно сам блочок вот этот вот made in china tx 3 android тут у нас разъемчики даже есть под оптику сетевик hdmi питание и авиавыход мы соответственно и у нас там hdmi кабель зарядка пульт который офигеть какой блин другой неудобный вот и это не особо то и обзор будет мнение своего ружу по поводу этой штуковины вот просто вот реально очень тупая хреновина у меня таких девайсов глючных еще не было попадались смартфоны помню таким глюковатые но это что-то с чем-то это настолько тугая хрень которая вообще ничего не тянет попробую на нее что-то установить программы с play market а устанавливается чуть ли не целую ночь при просмотре видео постоянно вылетает убивает виснет все невозможно пользоваться без мышки вообще даже в аккаунт свой не зайдешь или днем свой это зайдешь но новый не создашь потому что некоторые параметры допустим я пытался стать новый аккаунт месяц и год рождения выставить можно по мужской этому или женские выставить можно ну а вот а подождите день и год а вот месяц выставить невозможно вообще я не знаю этой проблемы или в этой именно приставки которая у меня или она во всех такая но это просто какой-то пипец и по поводу параметров ну тут как бы четырех ядерный процессор как пишут вот один гигабайт оперативной памяти 8 гиг встроенной памяти но при этом она вообще она так туго работает это просто капец мне пришлось понижать разрешение экрана и она более-менее начала фурыкать вот так что мое личное мнение ну это реальная боль это приставка для тех кто хочет помучаться вот и как говорится знаете дешевая рыбка плохая и это вот про эту вот приставку очень плохая приставка не продуманные они финта интерфейс конечно такой ну более-менее простой в принципе понятный но просто скорость работы оставляет желать лучшего я реально не рекомендую к покупке это полная фигня то что пишут в интернете рассказывать это все отстой и блин даже когда у чуваки там я смотрел некоторые обзоры ставили видео на просмотр и она настолько тугая что и приходится даже просто тупо оставлять ее на некоторое время чтобы она подгрузила видео чтобы потом можно было без тупиков посмотреть потому что смотреть особо-то и нереально в высоком разрешении это просто какой-то писец вот единственное что я там установил программку телевидение айпи тв или как он там называется короче лайм hd tv то в принципе в нем на низком разрешении работала нормально но на высоком разрешении все блин вылетает постоянно виснет и виснет так что приходится короче вытаскивать блок питания то есть полностью выключать и чтобы она растормозилась потому что иначе никак ну просто тупо виснет есть еще как бы типа управления мышкой на самой клавиатуре но это просто какая-то жесть это реально сидеть тиск набирать это настолько раздражает просто не представляете себе или в клавиатуру внешне подключать и или я не знаю просто ее не покупать приставку потому что полная стая подключена с мышкой еще нормально все можно по фурыкать но опять же если создавать новый аккаунтов фиг его создать даже с мышкой это просто полный отстойщины вот а стоит эта приставка по-моему 35 или 40 баксов что-то такое короче но она реально полная хрень лучше там я не знаю за баксов 7080 взять нормальную приставку которая по параметрам будет хорошие не будет тормозить ту же сяоми мимбокс очень хорошая приставочка и кстати работает шустро при том что унес практически схожесть параметры скажем так ну как образом выражаясь да там тоже четырех ядерный процессор но там уже 2 гигабета оперативной панели но работает она в разы быстрее чем это это издевательство просто какое-то поэтому китайцам реальный дизлайк так что вот такой вот у нас отзыв об этой фиговине вот у нас название если увидите его это где-то просто проходите мимо не покупайте эту фигована она выработает просто отстойно очень медленно и хрен куда зайди постоянно вылетает виснет тормозит своих денег она явно не стоит вот так что вот такие вот дирижки такой обзор не обзор в общем отзыв пользователя вот такая вот ерунда поэтому не ведитесь на дешевую рыбку всем спасибо пока спасибо